Это видео покорило сердца барнаульцев. Первая встреча зебр Василия и Зузу. Василий живет в зоопарке Лесная сказка три года, а его юная подруга Зузу меньше недели назад приехала из зоопарка Нижнего Новгорода. Пока они живут отдельно, но весной полосатые уже будут гулять вместе. На пару возложены большие перспективы. Они должны дать первое потомство зебр в Алтайском крае. Вы бы видели, когда она еще находилась в машине, мы еще не разгрузили, а Василий был на улице. И он почувствовал запах, он начал беспокоиться, он начал бегать по вольеру. И когда мы вот сюда ее завезли, он естественно моментально забежал сюда в дом. И вот этот период, когда вы увидели вот этот видеоролик, это их первое знакомство, первая встреча. И вот такое впечатление, как будто они целуются. И это действительно так, это знакомство. Маруся, Маруся, привет! Ты не будешь бодаться? А, Маруся? Маруся. А это еще один новичок в лесной сказке. Маруся – представитель шотландской породы коров. Конечно, такие коровы играют больше декоративную роль. Она действительно похожа на маленького медвежонка. Это очень красиво. Они невысокие ростом, вот эти коровки. Вот она фактически уже взрослая. Но она вот такая и будет. Но к зиме она еще обрастет мехом и будет прям настолько пушистая. Очень-очень-очень красивое животное. А, ну получается, они с зеброй вместе приехали? Да, да, да. Вот они ехали в одной машине. А ты иди отсюда. В машине вместе с зеброй и коровой приехал еще один зверь – полярный волк Альба. Сейчас ей полгода. Она зимой будет вообще красавица. То есть когда белый мех, вот, огромный, шикарный белый мех. Мы будем обращаться в зоопарк города Новосибирска. Мой принцип Божьей заповеди каждой твари по паре осуществляется у нас в зоопарке. И мы, естественно, хотим приобрести самца для данного вида животного. И вот в Новосибирском зоопарке мы узнали, есть самцы. Поэтому купим самца и создадим пар для того, чтобы эти животные тоже размножались. На этом, естественно, в лесной сказке останавливаться не собираются. Сейчас здесь решают вопрос о строительстве двух вольеров – для Росомахи и Манула, которых тоже в ближайшем будущем увидят барнаульцы. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.